Таджикистан. Китайцам отдали золотые рудники на 50 тонн. Узбекистан. Паломники задержаны в аэропорту. Эмма Мали Рахмон наградил своего зятя орденом. Рудники на севере страны в Айнинском районе готовят к промышленной добыче золота. Совместная китайско-таджикская компания Талка Голд. Об этом пишет радио Азади. Только разведанные запасы этих рудников превышают 50 тонн. Здесь также планируют добывать сурьму. Перерабатывать металлы высокоочищенные слитки будут тут же, на металлургическом комбинате, который планируют построить к 2020 году. Напомним, что на сегодняшний день 80% всего добываемого золота в Таджикистане добывается с участием китайских компаний. Также наблюдатели неоднократно отмечали, что таджикистские власти передают свои недра и земли китайцам в обмен на кредитование, инвестирование. Например, за строительство ТЭЦ Душанбе-2 власти Таджикистана отдали Китаю месторождение золота Верхний Кумарк с огромным запасом минеральных ресурсов страны. 28 августа в аэропорту Ташкента были задержаны 35 граждан Узбекистана, поехавшие в Мекку для совершения паломничества без согласия Духовного управления мусульман через частные фирмы из Объединенных Арабских Эмиратов. Один из задержанных в аэропорту Ташкента узбекских паломников говорит, что сотрудники спецслужб спрашивали его о том, с кем он поехал в Хадж, кто руководил группой паломников, какую сумму они заплатили за поездку и с кем встречался за границей, передает Central Asian Org. Мы прилетели из Дубая в Ташкент 28 августа. В аэропорту нас задержали сотрудники службы государственной безопасности СГБ и завели для допроса в отдельные кабинеты. Во время допроса они устроили нам очную ставку с бородатым парнем из Ташкента по имени Даврон. Спрашивали нас, сколько вы заплатили этому парню. В это время одна из женщин, приехавшая вместе с нашей группой, устроила там скандал, сказав, и от целых 30 лет ждала своей очереди, чтобы поехать в Хадж, но так и не смогла дождаться, ведь мы не совершали там ничего плохого. Нас удерживали там 7 часов, забрали у всех паспорта, потом отпустили домой, заявив, что свои паспорта мы сможем забрать в отделении милиции, когда нас вызовут на допрос, говорит собеседник. Напомним, что согласно закону, принятому 7 июня 2017 года, Комитетом по делам религии при кабинете министров Узбекистана, местным жителям запрещено совершать Хадж и Умра через частные фирмы без согласия Духовного управления мусульман, Думу. Один из узбекских паломников, задержанных на днях в аэропорту Ташкента, говорит, что ездить в Мекку по линии Духовного управления мусульман очень тяжело и дорого. Духовное управление мусульман просто монополизировало поездки в Хадж. В стране есть мусульмане, которые годами ждут своей очереди, но до сих пор не смогли съездить в Мекку. Во-вторых, ездить в Саудовскую Аравию по линии Думу стоит очень дорого – 4000 долларов. Частные фирмы в Дубае предлагают совершить паломничество за 3000 долларов. Они предлагают мусульманам намного лучшие условия, чем наше духовное управление мусульман, заявил он журналистам. В столице Таджикистана 29 августа прошла церемония награждения госнаградами, приуроченная ко Дню независимости страны. На церемонии президент собственноручно наградил орденом славы Шараф второй степени своего зятя Шамсулу Сахибова. Среди награжденных также значился председатель Нижней Палаты Парламента Шукурджон Зухуров, глава МИД Сираджиддин Мухриддин, министр юстиции Рустам Шохмурот, министр образования Нуриддин Саид, министр экономического развития Ниматулло Хекматулло Зада, председатель Хатлонской области Курбон Хаким Зада, начальник УВД столицы Шариф Назар Зада и другие. Фотографии вручения наград были размещены на сайте президента и в альбоме пресс-службы президента, но спустя некоторое время две фотографии вручения ордена славы Сахибову Шамсулло были удалены, об этом сообщила радио Зади. Напомним, что Шамсулло Сахибову принадлежит закрытое акционерное общество Фарос, которое является одним из монополистов в различных сферах бизнеса в стране. Также Сахибов является вице-президентом Национального олимпийского комитета. Стоит отметить, что Сахибов не единственный член семьи, удостойный высокой награды. Так, в сентябре 2013 года Эмамали Рахмон вручил своему зятю Джамалиддину Нуралиеву орден почета второй степени. В 2015 году Рахмон вручил орден славы первой степени своей дочери Азаде Рахмон, а в 2018 году в преддверии Дня независимости республики Рахмон наградил орденом Зарин Тодж, Золотая корона второй степени, своего сына Рустама Эмамали.